В глубинах озера находятся загадочные тоннели. Нужно выяснить, куда они ведут. Но перед тем, как опускаться на дно океана, нужно подумать о снаряжении. Куэлла понадобится очень много. Конечно же, ласты, сферический шлем, фонарь с лизовика и костяной трезубец. И ингредиенты для создания всех этих вещей находятся в озере, так что всё равно придётся туда сходить. Бац, и мы уже практически у берега. Вон, тут божьи коровки спариваются, комары летают. Давай сразимся один на один, а? На тебе! Лови по голове дубиной! Развалился. Ладно, одним комаром меньше тоже неплохо. Пруд. В нём скрывается вся нечисть. Которых сейчас придётся перебить. А для этого ещё и специальное оружие надо. Вот и оно. Каменный кинжал, две верёвки и воск из листа кувшинки. Как ни странно, кувшинки тоже находятся под водой. А где этот самый воск? Привет, красавчик. Ой, тетю какой ты миленький, красивенький. А, вот этот воск. Если я попробую ударить кого-то под водой, то у меня ничего не выйдет, потому что он просто-напросто не бьёт. А вот с помощью этого оружия можно спокойно бить. И я бы хотел проверить, что с тебя выпадает. Жизнь жестока, головастик. Сырое мясо головастика. Нет, это, конечно, как ужин подойдёт, но не как вещи для снаряжения. Кстати, по поводу ужина. Было бы неплохо немножечко отдохнуть и поспать. Меня интересует нечто необычное. Вот, к примеру, это. Что такое? Я бы на самом деле тебя прибил. Ты не против? Агрессивно? Да, не, он не агрессивный. Пытается от меня убежать, но при этом, мне кажется, у него есть что-то полезное. Да. Как раз-таки из этого плавника и делаются ласты. В смысле? Почему музыка заиграла агрессивно? Мы тут не в киберпанке, мы просто купаемся в пруду. В чём проблема? А! Летающий паук. А это всё меняет. Киберпаук. Кого это я тут встретил? Новый друг? Паук-серебрянка. Тоже плавать научился под водой вместе со мной. Ну давай, подерёмся. Опыт борьбы с пауками у меня уже имеется. Особенно с такими маленькими. Раз и готово. Часть паука-серебрянки. Вот таких штучек понадобится ещё много. Давай, иди сюда. Ресурсы сами ко мне ползут. Вот так радость. Что это? Дафни, боже мой. Я думал, это какой-то мёртвый труп валяется. Ничего себе. И что с тобой падает? Мясо Дафни. Пожалуй, откажусь. Куда ты полетел, паук? Серьёзно? Вот просто взял и улетел от меня, да? Всё, отлично. Нужное количество собрано. Неужели? Рыбакои. Здорово. Пришла навестить меня. Скоро я пойду там твои клады искать. Костяной трезубец сделать не получится, потому что мне, как ни странно, нету костей. А эти кости валяются на дне пруда. Ага, всё-таки эти кости мне придётся добывать, чтобы сделать себе шлем, с помощью которого можно дышать под водой. Видимо, придётся довольствоваться обычными ластами и обычной подводной трубкой. Не такой крутой, как вот эта. Ой, как я быстро плаваю-то с ластами. Почему я их не сделал раньше? Ах, да, потому что ресурсов не было. Как там мой фонарь? Ой, ещё и фонарь так классно светит. Вот это я понимаю, хорошая подготовочка. Днота, конечно, чудесная, но ни одной косточки. Что это мелькает? Нет, это явно не то. Огромный железный шар. И около него тоже нету костей. Единственное, что мне остаётся, так это идти сюда. Ещё глубже. И в место, где намного-намного опасней. Тиранозавр Рекс, привет. Жалко, что тебя здесь бросили. Надеюсь, я не составлю тебе компанию и спокойно смогу уплыть отсюда. Это что? Чешуя от рыбки кои. Из неё можно будет попозже сделать крутую броню. Вот, вот это точно косточка, но она прям аж светится. Еее, целая кость. Ладно, не будем терять времени и пойдём исследовать местность. Здесь однозначно что-то должно быть. К примеру, вон, куча всяких проходов. Первое, что здесь есть, это какая-то статусная штука. Что с ней делать? Повернусь в круг. Поверни. Да что ж не так-то? Поверни. Ладно, мне надо идти назад. Иначе это очень плохо кончится. Кажется, я не успею назад. Серьёзно? Ой, даже с этим моим оборудованием мега-крутым не получается нормально пролезть в эти пещеры. Быстро и не тормозим. Либо нужно найти ещё парочку костей, чтобы сделать себе штуку, которая мне на две минуты сможет дыхание дать. Кость! Ага, ясно. Видимо, мы пойдём по второму варианту. Окей. Ну и сколько секунд я смогу провести под водой? 160! Это почти три минуты! Меня сейчас в первую очередь интересует то, куда ведут вот эти фонари. Так, вентилятор. А-а-а, я понял. Можно вот так быстренько перемещаться. Неплохо. О, наука! Можно мне, пожалуйста, войти подышать воздухом? Или нельзя? Нет, здесь нету воздуха. Нельзя тратить время. Вон, ещё одна штука, которую можно повертеть. Можно, но пройти туда, хрен знает как. У меня осталось 45 секунд. Какой-то паучок приплыл, хрен знает откуда. О, обнаружил лабораторию на пруду. Только можно заперто. Ну, конечно, конечно. Тут написано, нету энергии. Причём нарисованы вот эти штуки. Хорошо, может здесь что-нибудь есть? А, ну да, ещё одна эта штука. Вау, я её нашёл. Только повернуть-то я её не могу. Компьютер, скажи, что мне делать. 14 секунд до моей смерти. Пусто, абсолютно пусто. Ничего не работает. Здесь валяются ресурсы, которые мне нахрен не нужны. Но, видимо, так я и умру. Отлично. Вещи забрал. Серьёзно? Здесь в 11 сантиметрах был выход. Я его даже не заметил. Потянусь? Ну, давай потянем. Включите все выключатели. Понятно, понятно. Да, да, да. Ничего потыкать, в принципе, нельзя. Кроме вот этого проходика. О, здесь наука, здесь наш этот злой робот. Давай я тебя как раз потыкаю. Раз, раз, раз и пока. Легко и просто. О, верстак даже есть, ничего себе. Правда, крафтить я пока что ничего не хочу, ибо мне нечего. Это поспать можно, да? Точку возрождения я бы здесь поставил, потому что... Чую мне ещё много раз придётся умереть. Если попытаться, то можно пройти. Ну, скажи, пожалуйста, что можно. Ну, куда ты меня выгоняешь? Давай, 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 давай. Вот оно. Раз, раз и готово. Главное было постараться. Теперь как-то надо сориентироваться. И вот он, выключатель. Всё оказалось немного легче, чем я думал. Мне даже вон уже игра начала подсказывать, куда надо идти. К открывшемуся проходу, между прочим. Что же здесь будет? Естественно, продолжение лаборатории. Здравствуйте. Звучите затопленную лабораторию. Хорошо, как скажешь. Здесь всё поломано. В принципе, на этом изучение окончено. Компьютер покликать нельзя. Ну и одна красная кнопочка. Естественно, на неё надо нажать. Немножко науки. И доска с изучениями. Гнилая луковица стала сильной картошкой. И вырастила огромные мускулы. Хорошая лаборатория. Капуста. Плавающая в воде. Полезным делом, ребята, занимались. Там находится компьютер. Ещё один. И в него уже можно будет покликать. Но сначала нужно спуститься под воду. Вот я и у тебя. Бить по клавиатуре. Побил. Перезагрузить терминал биокупола. Ладно, буду считать, что всё готово. И нападение роботов на мою основную базу. Ну, конечно. Давай-давай, подерёмся. Не советовал бы я тебе подходить ко мне. Ай, больно бьёшь током. Ой-ёй-ёй. Ты меня тоже сейчас убьёшь. Тихо, спокойно, ребят. Чё у нас так много-то здесь? Пришло откуда, непонятно откуда. Огромная лоба... Огромная лоба... Да... Что они так-то агрессивно тут охраняли? Ничего потыркать нельзя. Потрогать тоже документы опять свои. Что здесь такое? А, огромная мутировавшая рыба. Ну, короче, фигня всякая. Пойдём наверх. Это что? Мускул капуста. Схватить, употребить. Это можно употребить? О, да. Вкусно, но кажется, немножечко отравляюще. Ладно, я заберу их все. Заслужил. Видимо, вот над чем они работали так долго. Компьютер. И что ты мне скажешь? О, чип. Вот это, кстати, тоже крутая штука. А-а-а. Вот оно что. Помните, я сказал железный купол? Так вот, он открылся.